Итак, мобилизация или, как в нашем курсе, аутомобилизация. В чем разница? Вообще, используя данный термин в этом курсе, давайте договоримся, что мы под ним будем подразумевать. В рамках данного курса мобилизация – это совокупность методов, направленных на обеспечение подвижности. Аутомобилизация – это совокупность методов, направленных на обеспечение подвижности способами, которые мы можем сделать сами, то есть самостоятельно произвести. Мобилизационные действия производит врач, врач-мануальный терапевт, хиропрактик, остеопат. Мануальный терапевт – это прежде всего, то есть мануальная терапия – это ее прерогатива, да? Мобилизация и коррекция. Мы же занимаемся аутомобилизацией. Так вот, что важно понимать? Какая разница между мобилизацией и самокоррекцией? Сейчас я поясню. При мобилизации мы производим возобновление движения в рамках тех амплитуд, которые для нас естественны и привычны. То есть, фактически, мы приходим просто в ту норму, которая для нас на данный момент является нормой. На самом деле, она может быть намного ниже, чем норма для человека естественная. То есть, у него могут не двигаться суставы в рамках нормальных физиологических амплитуд, но в каких-то рамках они двигаются. Вот это для него естественное состояние. Вот мобилизация направлена на то, чтобы заставить его двигаться в рамках тех амплитуд, которые являются для него естественными, обычными. Вот так. А как же вы скажете, он же в рамках этих амплитуд и двигается, да? Это же его естественное состояние. Не совсем так. Он в рамках этих амплитуд двигаться может, да, потенциально. И когда-то в какие-то моменты в своей жизни он в рамках этих амплитуд действительно двигается. Но, например, человек только что проснулся, да? У него закостенели, задеревенели мышцы после сна. И таких движений у него естественных и нормальных нет. И выполняя автомобилизационный комплекс, он приходит в свое нормальное физиологическое и естественное состояние подвижности. Это первый вариант. Второй вариант. Человек долго сидел на стуле, занимался офисным трудом, работал за столом. И у него тоже какие-то мышцы работали, какие-то мышцы не работали, что-то затекло, собственно говоря, что-то неподвижно было. Образовались какие-то компрессии, какие-то тугоподвижности функциональные вот в рамках данного положения, которое присутствовало за последнее время. И для того, чтобы привести себя в обычное состояние, он встает, подтягивается, прогибается в спине, не знаю, трет там шею, качает головой в разные стороны. Это он сам делает мобилизационные движения. Он сам того не зная, что это так называется, да? Эти действия производит. И это нормально вполне. Вот. Это аутомобилизация. Она включает в себя два компонента. Первый компонент – это эластический компонент, когда мы занимаемся мобилизацией мышечных и связочных структур. То есть мы подтягиваем затекшие мышцы, задеревеневшие мышцы, их растираем, пытаемся, чтобы в них попало больше крови, чтобы они вытянулись, там, да, там, разводим плечи, да подтягиваемся. Вот очень хорошо подходит термин именно подтягиваться. Мы мышцы не растягиваем, а подтягиваем. Вытягиваем связки, разгибаем руки. Вот. И вытягиваем мышцы и связки. Это эластический компонент. Второй компонент – суставной и связочный компонент. Они на самом деле близки друг к другу, просто структуры разные задействованы. Если больше в эластическом компоненте, когда мы делаем задействованные связки сухожилия и мышцы, то в суставном компоненте связки, околосуставные и суставные капсулы, а также непосредственно мы двигаемся, двигаем сустав. То есть из-за того, что поверхности сустава друг относительно друга перемещаются, происходит смазывание внутри суставной жидкостью всей поверхности головок сустава и суставной впадины. Происходит некая лучшая подвижность в суставе. Это возникает, возобновляется лучшая подвижность. Это как прогреть мотор. То есть мотор прогревают не для того, чтобы он стал тёплым. Это вторая задача. Его прогревают для того, даже летом, чтобы проработав без нагрузки, на холостом ходу, все части двигателя смазались маслом. То есть чтобы масло там поциркулировало и сосмазало все поверхности. Тогда будет лучше работать, можно давать ему нагрузку. Вот здесь несколько это напоминает. То есть мы в суставах определённым образом двигаемся по малым амплитудам, не по полным. То есть мы не даём им чрезмерную нагрузку. И если это, скажем так, амплитуды полные, то естественные. То есть полные для того состояния, которое для человека является естественным. Потому что полная может быть амплитуда разгибания руки на 180 градусов, чтобы рука была вытянута. У человека же естественное состояние, которое он часто делает, ну предположим, 170 градусов. Она не полностью разогнута. Это я так условно, я самыми примерами просто привожу. Не является нормой, да? Но для него это естественно. То есть вот так вот рукой двигать, не больше. Поэтому именно мобилизация происходит в рамках этих амплитуд. Сколько у него естественно позволяет движение руки, не больше. А вот теперь мы уже плавно переходим к тому, что же такое самокоррекция. При самокоррекции происходит несколько... Это следующая ступень, да, мобилизации. Более продвинутая, более поглублённая, хотя по сути она её очень напоминает. При самокоррекции мы корректируем амплитуды, то есть положение, движение до нормальных физиологических амплитуд. Или стараемся привести к этим нормальным физиологическим амплитудам. То есть если рука не разгибается до 180 и требуется незначительное воздействие силовое мышцами довести, мы силой мышц руку разгибаем до конца, при этом растягивается бицепс. Либо около бедра разгибаем руку до конца, нажимаем на локоть тихонечко, слегка. Либо вот укладываем руку на спинку со стола и под массой руки, она потихоньку разгибается, а мы помогаем дальше мышцами. Это просто в качестве самых примеров. То есть мы доводим движение в суставах до состояния такого, чтобы движение можно было производить в рамках нормальных физиологических амплитуд. Если это позволяет, да, возможно. Если невозможно, то стараемся привести к этому. И вот здесь уже происходит самокоррекция. То есть мы корректируем, корректируем, корректируем значит исправляем. Мобилизацию проводим, мы там ничего не исправляем. Мы там просто как бы запускаем механизм, делаем мобилизационный комплекс. Мы начинаем работать таким образом, чтобы естественно наши все мышцы, наши суставы просто поработали, запустились. Если человек абсолютно хорошо подготовлен, развит, следит за собой, и у него нет проблем никаких, то для него на самом деле методы аутомобилизации и самокоррекции друг от друга практически ничем не отличаются. Особенно во многих упражнениях. То есть упражнения одни и те же могут быть направлены и на аутомобилизацию, и на самокоррекцию. То есть если у человека проблем никаких нет, то у него мобилизационный комплекс будет и корректирующим комплексом, потому что амплитуды будут одни и те же. Если у него до конца рука разгибается, это нормальная физиологическая амплитуда, то он ее разогнул до конца, немножко потянул, напрягся, все. Он сделал и самокоррекцию. Просто это делается немножко последовательно, и в рамках выполнения одного и того же комплекса, и ему не нужно делать сначала аутомобилизацию, а потом аутокоррекцию или самокоррекцию. Он просто начинает делать сначала без напряжения по полной мобилизации, а потом немножко доводит силой. Вот и все. Конечно, есть упражнения, которые имеют целевую направленность на самокоррекцию. Здесь уже есть особенности. Я просто к тому, вот это все рассказал сейчас, чтобы у вас не возникло вопросов и сомнений ненужных по поводу того, где же эта грань. Потому что в упражнениях иногда, когда я буду делать и показывать их вам, у вас может появиться мысль такая, когда вы это просматривать будете, а где же грань между аутомобилизацией и самокоррекцией. Так вот она и здесь именно заключена. Я опять немножко подчеркну для резюме, что аутомобилизация – это запуск движений в рамках тех амплитуд, которые являются на человека постоянным и естественным. Не требуют никакого напряжения, сил, никакого дополнительного воздействия. Это вот как он, естественно, двигается, когда проснулся, привел себя в состояние бодрствования и как-то двигается. Вот там разгибает, сгибает суставы, безболезненно для него совершенно, без напряжения. Вот это мобилизация. Аутокоррекция – это когда мы заставляем двигаться суставы в рамках тех амплитуд, которые являются естественными и нормальными, то есть среднестатистическими так называемыми амплитудами, которые у человека присутствуют должны. Сгибы, разгибы во всех суставах, во всех самоплоскостях, в которых они должны работать, мы должны и проработать. То есть они должны поработать так, чтобы все стало двигаться так, как нужно, а не так, как это хочется, так, как это легко. Если человек абсолютно здоров, то у него первое соответствует самому другому, то есть ему естественно и легко двигаться в рамках нормальных физиологических амплитуд. А вот теперь я продолжу про самокоррекцию. Но не все так, конечно, просто, да? То есть это что касается вот эластического и суставного компонента, направленного на движение, то есть на объемы своих движений, тот, который нормальный. Но методы самокоррекции включают еще ряд специальных некоторых методов, которые для человека... То есть включают в себя те методы, такие действия, которые для человека не очень-то естественными являются на самом деле. Это, например, такие, как растяжение позвоночного столба. В жизни человек не совершает такие действия, которые направлены на растяжение позвоночного столба. Не совершает, у них их нет. Это надо специально либо висеть на перекладине головой вверх, головой вниз, на столе на вытяжном, либо еще какие-то делать упражнения, но специальные. В жизни, наоборот, все направлено на то, чтобы столб позвоночный у человека сжался. То есть под массой собственного тела, гравитация, воздуха, столб, там, все чего угодно, всякие прыжки, толчки, удары пятками в пол при ходьбе. Все направлено на компрессию, на то, чтобы позвоночник сжался. И на растяжение почти ничего. Так вот, методы самокоррекции, они направлены на то, чтобы эти компрессии снять и убрать связанные с этими компрессиями блокады. Вот это уже специализированные методики. Также есть методики, которые направлены на то, чтобы снять блокады в суставах. Также есть методики, позволяющие усилить амплитуды движения в суставах, выходя немножко за грани нормальных физиологических амплитуд, для того, чтобы сустав омолодить. То есть, когда мы ему даем нагрузку немножко больше и заставляем двигаться в рамках амплитуд больших, чем это естественные, то сустав, испытывая нагрузку, понимает, что в этом плане он еще должен заниматься компенсацией. Он остается дольше молодым, потому что, испытывая нагрузки, он лучше кровоснабжается, лучше питается, соответственно. Там лучше идут регенеративные процессы. И, соответственно, он омолаживается. Вот взять, для примера, крестцово-подвздошные сочленения. Там подвижности практически нету никакой. Если мы будем просто двигаться в рамках физиологических амплитуд, если мы будем стараться двигаться, то нормальная физиологическая амплитуда в этом суставе никакая. Совсем. То есть, там движения практически никакого нет. Но сустав, на самом деле, важен, как это оказывается. Потому что при нагрузках, которые, например, резкие, или сильные, или длительные, он оказывается задействован. И та минимальная подвижность, которая в этом суставе существует, она оказывается важна. И если ее нет, то синдесмозы, и синостозы, и все соединения, которые там около этого сустава есть, и в нем самом, они оказываются как бы надерганными этим действием. То есть, либо длительным, либо резким. И возникает боль. Из-за того, что возникают сначала микротравмы, потом и какие-то травмы даже. А вот если на этот сустав давать правильную нагрузку, и заставлять, в виде щели этот сустав вообще, все-таки минимальные какие-то движения совершать, они уже являются большими, чем нормальные физиологические, то сустав будет чувствовать себя намного лучше, и в итоге с ним проблем никаких не возникнет. А именно вот боли в христово-поздушном сочленении, это очень частая вещь. Это очень часто. То есть, когда, как говорят в кавычках, запирает именно на уровне перехода поясницы в задницу, я прошу прощения за выражение, но именно показывают очень четко, вот, самый низ. То есть, не поясницу показывают, а практически берутся ниже поясницы, за кости таза, и говорят, вот здесь у меня болит, доктор. Там, да, или показывают, вот тут у меня болит, да. И говорят, это радикулит, там, или что-то еще, там, пятое-десятое. Ну вот. На самом деле, очень часто это бывает именно в этом месте. Это одна из самых проблемных зон. Вообще проблемных зон много. Они, можно даже сказать, что весь позвоночник является проблемной зоной. Проблемная зона – это шея, проблемная зона – это межлопаток, проблемная зона – это поясница, проблемная зона – крестово-подвздошное сочленение. Вот. Конечно, там есть локации, наиболее сильно подверженные тому, что вот именно в них возникает. Между вот этими конкретными позвонками или в этом месте конкретно возникает какая-то проблема. Часто. Но вот локации, они характерны. Я ведь не зря сказал, что шея, это, как правило, тоже имеет определенную локацию прострела и где она болит. Это чаще всего в верхней части, там, где наибольшая подвижность. В грудном отделе это чаще всего между лопаток именно непосредственно, да. В пояснице это очень часто. Это в верхнем отделе поясничном очень частые локации. Это грудно-поясничный переход. Реже, сам гораздо. Это в нижнем поясничном отделе среднем это гораздо реже. И очень часто крестцово-подвздошное сочленение. И вот на эти как раз отделы, на эти отделы, я в этом курсе специально покажу дополнительные аутокоррегирующие или аутокорректирующие как упражнения, то есть методики воздействия на эти отделы, на эти места непосредственно. То есть более подробно уделю внимание. Этим частям. Это очень важно. Реально. Вот. Ну что ж, значит, с аутомобилизацией и самокоррекцией мы разобрались, да, немножко. Теперь у нас остается стабилизация. А, да, подождите. Один маленький момент. Так вот, методы аутокоррекции, аутокоррекции, они еще направлены на то, чтобы выработать определенный, правильный, динамический стереотип. Вернее, они его не вырабатывают, они его формируют. Каким образом? С помощью этих методов мы растягиваем мышцы и выставляем друг относительно друга костные компоненты в то положение, которое является правильным. Это при том условии, что они находятся изначально неправильно. Там при устье хондрозе и при различных изменениях сам столба позвоночного функциональных. Различные, там, подвороты позвонков, подвывихи листезы, какие-то торсии позвонков или просто сколиотическая осанка или даже уже сформировавшаяся самсколиоз, кифосфиль, что-то еще. То есть, мы это пытаемся исправить методами именно самокоррекции. То есть, мы корректируем правильное положение. Правильное положение. Аутомобилизация этого не сделает. Она просто подвигает в этом неправильном самоположении всеми частями, чтобы они разогрелись, пришли в тонус и пришли в движение. С помощью методов самокоррекции мы попытаемся выстроить на архитектонику правильную. И благодаря этому мы все правильно расставим, так как оно должно было бы быть. Если бы так осталось, то у нас бы начал нормально формироваться правильный динамический стереотип, потому что в тонус все пришло, в тот, который нужно, и все выстроено правильно. А вот теперь здесь нужен третий метод. Третий метод. Очень важный. Это метод стабилизации. Опять же, аутостабилизации. Если им кто-то занимается с вами, это будет стабилизация. Если вы занимаетесь этим сами, это будут методы аутостабилизации. В курсе, ну вообще на самом деле не применяется метод аутостабилизации по одной простой причине. Потому что даже если кто-то с вами и занимается, занимается мануальной терапевт, он вам делает укладку или врача ЛФК, а дальше все делает уже либо гравитацией, либо вы сами. То есть он вам редко помогает, чем своим сопротивлением или чем-то еще. Потому что дозировать правильно он это в принципе не может. Он вас не ощущает, так как вы это можете делать сам сами. И поэтому термин такой, в общем-то, особо не прижился. Это метод стабилизации. Когда происходит стабилизирование того, что было достигнуто методами самокоррекции. Методами самокоррекции. И также методами ЛФК, например, которые тоже направлены могут быть на самокоррекцию. То есть у человека все выстроено правильно, а теперь нужно продлить этот эффект. Если его не продлить, оставить все как есть, то он буквально через полчаса, через час снова вернется в свое первоначальное состояние. Каким образом? Очень простым. Мышцы у него работают по-прежнему, как и работали. Они той же длины, которой были. У них тот же сам стереотип динамический, который был. И они потихоньку своими тягами они сокращаются, так же, как раньше. И статическое сокращение такое же у них. Они приведут позвоночник в то же самое состояние. То есть утянут все обратно, как оно было. И позвонки, и осанка снова поменяется. И все. Если человек сразу после сеанса чувствовал себя хорошо, после сеанса мануального терапевта, то через какое-то время все вернется назад, и ему станет опять хуже. И в итоге что происходит? Человек становится подсаженным, зависимым от доктора, от мануального терапевта. Все, он его вечный клиент. Он будет постоянно звонить ему по телефону, говорить, там, дай я к тебе приеду, дерни мне шею, что-то я чувствую, затекло, не могу никак, прям неудобно, не комфортно. Фактически он становится наркоманом, да, который зависит от мануального терапевта. Все, это он его вечный клиент по жизни. На самом деле так быть не должно. И мануальный терапевт злоупотреблять подобной ситуацией никогда не должен, на самом деле. Вот, он обязательно должен направить своего пациента после курса к врачу ЛФК. Если пациент к нему потом не вернется или вернется через какой-то очень долгий промежуток времени, то вот только тогда он его правильно пролечил. А если он его подсадил на манипуляции своей, это плохой врач. Вот так вот я скажу на самом деле. И это реально. Не обижайтесь коллеги на меня. Сейчас я коллегам говорю тем, которые являются докторами и мануальными терапевтами. Но так поступать неправильно. Так только бабки зарабатываются, хорошие, но для пациента это не есть польза. Мы не в анекдоте живем, где, как это говорится, что врач мечтает о том, чтобы его бедные пациенты никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали. Нет. Мы должны заботиться о пациенте. Мы должны его научить. Так я продолжу. Вот с помощью методов стабилизации мы закрепляем тот эффект, который был достигнут методами самокоррекции. Все мы вытянули, расставили так, как есть, а теперь нужно заставить работать мышечные компоненты, стабилизирующие костные структуры таким образом, чтобы они эти костные структуры и зафиксировали в этом правильном положении на максимально долгий срок. конечно, за одно занятие это не получится, и за два не получится, и за двадцать два не получится. Это надо сделать многократно, много сотен раз, но за много сотен раз вы можете перестроить полностью динамический стереотип. За год работы можете перестроить его абсолютно. Я не говорю, что вы не почувствуете эффект через несколько занятий. Он будет, но чтобы добиться стабильного эффекта, очень четкого, строгого, долгосрочного, такого классного, когда вы уже забудете, как это было по-другому, неправильно, когда было. Вот это потребуется, может быть, год. А год, это что такое? Если вы работаете каждый день, это 365 занятий. 300 занятий достаточно, все. И у вас динамический стереотип изменится полностью. Но вы должны следовать вот именно принципам таким. Вы делаете аутомобилизацию, делаете самокоррекцию и потом стабилизируете этот эффект. Вот и все. На самом деле я рассказал вам о полном цикле. Полный самый цикл. Это да. Так его и надо делать. Но я говорю, что не все так сложно, как это кажется по одной простой причине. Потому что, например, методы мобилизации и, то есть методы аутомобилизации и самокоррекции очень часто совпадают. Причем, чем здоровее и подвижнее вы будете установиться, практикуя этот комплекс, этот курс, тем, соответственно, эти методы для вас просто сольются воедино. И уже не будете заниматься как таковой аутомобилизацией, у вас будет практически сразу происходить самокоррекция. Или можно сказать, что вы не будете заниматься самокоррекцией в какой-то части ее большой, а будете только мобилизировать, заниматься аутомобилизацией, а потом сразу переходить к методам стабилизации. Одно добавлю важное. Смотрите, если методы аутомобилизации и самокоррекции являются самодостаточными, то есть, если у человека есть остеохондроз, какие-то тугоподвижности, как правило, связанные с остеохондрозом, и не полностью работают суставы в тех амплитудах, в которых надо, и нам надо заставить их работать в полных амплитудах для того, чтобы сохранить этой подвижностью молодость, смотрите, теоретическую часть, то достаточно делать их одних и даже не делать методы стабилизации. Это будут самодостаточные комплексы, которые запустят те механизмы, которые надо. А вот если мы перестраиваем стереотипно-динамические, у нас есть изменения, связанные с осанкой, с положением тела, есть уже изменения в плане расположения позвонков друг относительно друга, здесь, конечно, сделав методы самокоррекции, мы должны обязательно делать методы стабилизации. Обязательно. Опять же, когда все станет абсолютно нормальным, методы стабилизации возможно не понадобятся уже. Почему? Когда стереотип динамически правильный, тот, который формирует наше положение тела, зачем нам в правильном положении стабилизировать, когда оно и так уже застабилизировано. Дополнительно никаких изменений делать не придется. То есть, со временем, чем вы больше заниматься будете, тем вам меньше понадобится работать над стабилизацией. Его достаточно будет делать только мобилизационный комплекс, который полностью совпадет с комплексом самокоррекции практически. плюс добавление пары компонентов, пары элементов, которые направлены на декомпрессию позвоночника, то есть, чтобы снять блокады. Все. Но, я не договорил еще. Еще кому могут понадобиться методы стабилизации. Методы стабилизации могут понадобиться тем, у кого на момент работы с этим курсом есть наоборот гипермобильность позвонков. Гипермобильность. Например, в шейном отделе. То есть, позвонки друг относительно друга излишни, подвижны. И какое-то неправильное легкое действие вызывает что? Возникает какой-то подвывих и ущемление. Чуть двинул головой, бац, ущемило все, шею пострелило. Вот, таким людям обязательно нужно заниматься методами стабилизации. Но, но, опять же, стабилизацией надо заниматься после самокоррекции. То есть, когда правильно все выстроено и занимаемся стабилизацией. А не тогда, когда шея болтается и дай-ка ее стабилизировать. Вы можете застабилизировать ее в том неправильном положении. То есть, ваши упражнения, которые вы делаете для стабилизации, будут направлены на стабилизацию неправильного положения. В итоге, вы лишь усугубите проблему. Вот. Поэтому, опять резюмирую, в идеале, в идеале важно делать последовательно все три вещи. Аутомобилизацию, самокоррекцию и стабилизацию. Последовательно друг за другом. Чем вы будете дольше практиковать и чем правильнее у вас будет динамический стереотип, удерживающий правильно друг относительно друга костные компоненты, и чем у вас лучше будет самоподвижность между этими компонентами в тех суставах, которые ответственны за это, опять же, в рамках нормальных физиологических амплитуд, тем вам меньше понадобится делать и самокоррекцию, и стабилизацию. Вам достаточно будет только мобилизационного комплекса, который практически будет разминкой. Вы будете выполнять его как утреннюю гимнастику. Вы будете просто прорабатывать все суставы в тех амплитудах, в которых они двигаются у вас. И они будут совпадать с рамками нормальных физиологических амплитуд. Все. То есть, видите, какая вещь. Чем вы будете дольше практиковать правильно методики этого курса, тем вам со временем придется гораздо меньше работать. Не то, что вы будете прогрессировать, и вам надо будет больше, больше, больше. Нет, наоборот. На начальном этапе вы работаете много, а потом за ненадобностью эта работа очень сильно сокращается. Вот и все. Хотя, периодически методы стабилизации делать неплохо, особенно для проблемных зон, таких как шейный отдел позвоночника. Вот он очень важен, потому что там и стереотип динамический быстро нарушается, и подвижность там очень высока, и быстро потерять динамический стереотип там очень легко. Вы можете просто кресло в машине перенастроить, там угол, или в офисное, или там офисное кресло, и как-то поменять свой род деятельности, у вас тут же может начать меняться стереотип динамический, который удерживает голову в правильном положении. Из-за большой подвижности в этом отделе. Вот поэтому в шее стабилизация очень важна. Ну все. Вот теперь я вам описал эти три составляющие, рассказал, в чем заключается три единства метода. Теперь, я думаю, вопросов по этому поводу не возникнет. Зачем делать одно, второе и третье? Да? Будем делать все. А дальше вы сами очень легко поймете, когда вам не понадобится делать все это. Хотя, скажу вам честно, лучше не сокращать ничего. Вот я, несмотря на то, что я все это дело практикую, и в принципе в методах самокоррекции, в большинстве методов самокоррекции не нуждаюсь, только делаю те, которые направлены на вытяжение позвонков, и на подвижность именно позвонков друг относительно друга, да, вот, в том ключе, чтобы снять компрессии и блокады в самых проблемных отделах. Вот такие я только движения делаю, такие лишь упражнения. А мне, в принципе, только мобилизации хватает. Я все равно делаю и ауто-коррекцию, и методы стабилизации. Не ленюсь. Понимаете? То, что я вам рассказал, что это можно будет со временем сократить, это я для того рассказал, чтобы вы понимали, что не все так это сложно и не требует того, что всю жизнь надо будет каждый раз уделять определенное количество времени к этим занятиям. Много времени в течение жизни. Нет. Это определенный этап жизни. Вы добились результата и все. А потом только поддерживаете. Ну, на этом все. А в следующем видеоподкасте, в следующем ролике я расскажу вам о способах, о которыми делается мобилизация и самокоррекция. Продолжение следует...